Всем-всем привет! Сегодня я вам расскажу про свой летний уход за волосами. Да, я знаю, вы обожаете эту тему, как и я. У нас уже середина лета, я могу вам рассказать, чем я пользуюсь, чем я буду пользоваться и далее. И поэтому, если вам интересно, то начинаем. Знаете, как принято рассказывать про уход за лицом без макияжа, так и я стараюсь вам про свой уход за волосами рассказывать без стайлинга. Напомню, что мои волосы у корней склонны к жирности, на кончиках склонны к сухости, естественно, потому что волосы длинные. И я стараюсь где-то мыть волосы, если не делаю какие-то там другие прически со стайлингом, то где-то это раз в 3-4 дня. Начинаю вам рассказывать про свои шампуни, как обычно. И напомню, что я не люблю комбинировать шампунь и маска из одной серии. Почему-то вот так сложилось. У меня все время, когда я комбинирую, допустим, к примеру, если у меня шампунь Natura Siberica, то я никогда не возьму маску Natura Siberica, а там, например, Organic Shop и так далее. То есть я всегда их стараюсь как-то комбинировать между собой, и тогда волосы у меня не утяжеляются. Если я использую одну и ту же серию, то тогда на второй день можно к вечеру уже мыть волосы снова. И начнем с этого шампуня. Это облепиха Siberica. Облепиховый шампунь с эффектом ламинирования, питания и восстановления. Неплохой шампунь. Нравится вот буквально в этот раз я мыла как раз данным шампунем волосы. Ничего сверхъестественного. Он промывает волосы хорошо. Он их быстрее, чем надо, не пачкает. Мне нравится цвет. Он очень яркий, такой позитивный летний оттенок. Вот сейчас я уже привыкла тоже к данной серии. Раньше, если вы помните, если смотрели мой предыдущий уход за волосами, там я говорила, что никак не могу привыкнуть и к этому стойкому и очень даже такому навязчивому для меня аромату облепихи. Но многие говорят, что это вот как натуральный прям аромат. Во всем остальном он мне понравился. И поэтому пользуюсь сейчас им с удовольствием. Следующий мой шампунь из серии Organic Thai. Натуральный шампунь Королевский лотос. У меня замечательный шампунь с наиприятнейшим таким ароматом, который очень такой освежающий какой-то для меня. Вот этот шампунь, напоминаю, что мне понравился больше, чем франжипа незнаменитый. Отлично распутывает волосы. Можно использовать без кондиционера, если вы куда-то спешите. Здесь не содержится сульфатов, парабенов и так далее. Кто помешан на этой теме. В общем, идеальный шампунь. Единственное, что у меня вот с этим шампунем чуточку быстрее, чем со всеми остальными жирнятся корни волос. Во всем остальном он не пересушивает кончики, хорошо их увлажняет, поэтому он мне нравится. К вот этому шампуню у меня такое неоднозначное отношение. Organic Search для всех типов волос, для блеска волос. Да, после этого шампуня, не спорю, волосы очень сильно блестят. Но как я воспользуюсь только этим шампунем, у меня начинает появляться перхоть. Поэтому вот как-то 50 на 50 у меня уже немного осталось. И каждый раз, когда я его пробую как-то наносить на волосы, вспенивать, и каждый раз после этого убеждаюсь, что у меня появляется перхоть. Поэтому, наверное, с вот таких соображений, ну, конечно, возможно, это только моя реакция, никто не спорит. Но я бы, наверное, во второй раз именно вот этот шампунь не повторила. Хотя блеск нереальный после этого шампуня. С этой косметикой доктор Олин Джин я познакомилась давно, когда еще только начинала вести свой канал. На этот раз вот у меня есть шампунь, у меня есть бальзам и маску. Я вам покажу далее. Шампунь мне очень понравился, несмотря на то, что это неорганический шампунь. Здесь нет каких-то супер добавок, но это косметика Мертвого моря, как написано здесь. Да, здесь есть какие-то грязи, вода и так далее. Но здесь есть и содиум лаурит сульфат, и парабены, по-моему. Вот силиконы, я смотрю, есть. Парабенов нет, кстати. В общем, такой самый обычный по составу шампунь. Здесь большой объем 400 мл, но он мне нравится. Он оставляет чувство свежести, чистоты на волосах. Поэтому я бы, наверное, рекомендовала для тех, кто не заморачивается на различных добавках. Потому что он и распутывает, и не сушит кончики. Это вот такие 4 главных шампуня, которые я сейчас использую. Посмотрите предыдущее видео, потому что из тех шампуней у меня тоже остались некоторые. Но я просто не хочу тратить ни ваше, ни мое время на те шампуни, потому что я про них уже все детально рассказала. Начинаю с такой бальзам маски, скажем так, потому что она очень легенькая, она не утяжеляет волосы. У него потрясающий аромат. Кстати, это Garnier Fructis Sos восстановления. Именно в качестве какого-то кондиционера, когда не хочется использовать профессиональные маски, когда в промежутке между профессиональными хочется воспользоваться какой-то очень легенькой текстурой, но не бальзамом. Вот на этот случай я советую. Тоже не пересушивая кончики, чтобы восстанавливать, конечно же, нет. Но во всем остальном нормальная такая средняя маска, которую можно везде найти. Далее масочка Dr. Olien Gin. Если вы смотрели то мое старое-престарое видео, то тогда вы помните, что я была в восторге от этой маски. И столько я уже разных масок перепробовала. Я могу вам сказать, вот ее стоит поискать, ее стоит купить. Можно заказать у них на сайт. Но сейчас эта косметика израильская появилась уже и в магазинах в России, поэтому как бы не составит ее большого труда купить. Насколько я помню, она не очень дорогая. Вот я вам показала цвет, он именно как грязь такой. Мне единственное жаль, что ее ненадолго на мои длинные волосы хватает. Мне очень нравится эффект после этой маски. Я могу даже сравнить ее с какими-то профессиональными, потому что она замечательно увлажняет кончики волос. Она их не пересушивает. Она даже на второй, на третий день кончики остаются увлажненными. Мне очень нравится использовать эту маску, либо когда я делаю локоны, либо когда выпрямляю волосы. И вот после этого процесса я делала маску данную. Она отлично восстанавливает волосы. Они становятся настолько гладкими, послушными, блестящими, эластичными. Поэтому вот в очередной раз убедилась, что эта маска супер. Теперь две органические маски я вам покажу. На этот раз я решила протестировать такое глубокое восстановление без СЛС, без парабенов. Это облепиховая маска для волос. Как бы вот эта она идет как глубокое восстановление для сильно поврежденных волос. У меня была предыдущая для нормальных и сухих волос. Вот там мне понравилось чуточку больше. Хотя они немного чем отличаются. У них цвет одинаковый. Аромат вот здесь намного приятнее, чем вот в предыдущей маске. Но по эффекту на моих волосах, не знаю почему так, вот после этой маски они больше все-таки пушатся. У меня сейчас очень много маленьких волосков, потому что я пользовалась различными лосьонами для роста волос, противопадения. И вот много маленьких таких волосков сейчас. Поэтому она их как-то пушит и такие пушистенькие волосы становятся, не приглаживает. А та именно приглаживала и придавала блеск. Поэтому вот если выбирать между этой и той, я бы вам посоветовала ту. И маской, которой я пользовалась давным-давно, это Organic Shop маска для волос, органический экстракт инжира. Мне очень нравится ее йогуртовая такая консистенция. Вот в этот раз я использовала вместе с шампунем Natura Siberica. Очень нравится аромат, такой приятный. Хорошо она увлажняет волосы. Тоже абсолютно вот на второй, на третий день после этой маски. У меня сегодня второй день и вот волосы не выглядят сухими после нее. Ее отлично увлажняет, плюс она супер, вообще супер бюджетная. Использую вместо кондиционера бальзама. Она легенькая, вот как наподобие фруктис, но при этом хорошо их выравнивает и они не так сильно пушатся. Последние две масочки, которые у меня подходят уже к концу, это профессиональные маски. И они, конечно, существенно отличаются от вот таких обычных. Вот эта маска LeShine, напомню вам, что я ее очень советую. Она обалденная, она немного где продается, но она шикарная. Особенно, я думаю, будет отлично и для блондинок, и для крашенных, поврежденных, черных волос. Вот это вот супер просто. И это маска с шелком, мне здесь не нравится аромат, но все остальное посмотрите, пожалуйста, в видео. Я оставлю здесь обязательно ссылку и в инфобоксе, чтобы тоже не терять время. Я обожаю несмываемый уход за волосами и кондиционеры бальзамы. Я именно использую вот в таких спреях. Кремы я намного реже использую для волос несмываемой. У меня есть Саша Хуан, дорогой кондиционер, очень дорогой, мне кажется, для такого средства. Он меня абсолютно не впечатлил. Здесь плохой дозад. Он распыляет на все вокруг, то есть в глаза, на руки, на шею, но абсолютно не на волосы. Минус. И также мне как-то, ну, он посредственный. Да, вот по сравнению со всеми, которые я использовала, этот бальзам достаточно посредственный. Во второй раз бы не купила и вам бы не советовала. И вот такой у меня есть уже давным-давно, как только вышла эта серия облепиха Сибирика. Мне хотелось попробовать спрей-кондиционер, несмываемый уход, облегчает расчесывание и укладку. Да, здесь очень приятный аромат. Мне так нравится хороший вот этот вот дозатор. Дальше. Делает волосы более густыми и плотными. Но это, конечно, я не знаю. Я не замечала такого действия. Защищает от термовоздействия. Вот этот мне пункт тоже очень нравится, потому что я обычно сушу волосы феном постоянно. И я никогда не использую термозащиту, потому что она мне сушит кончики. А вот такое два в одном средства, оно стоило вообще какие-то копейки. Вот это я могу вам посоветовать, потому что он отлично распутывает и сухие, и влажные волосы. Влажные я редко, конечно, когда их расчесываю, если только для какой-то укладки. Но сухие он распутывает отлично. Раз мы говорим сейчас про расчесывание, то вам покажу свои две любимые расчески на данный момент. Это Мишель Мерсие и это Тенгл Тизер. Тенгл Тизер, что вот могу тоже сказать по истечении времени уже. Если у вас очень густые такие плотные волосы, толстые, то тогда берите компактную версию, потому что у нее зубчики более плотные, чем вот в этой. С этой мне надо приложить все-таки усилия, чтобы прочесать вот здесь на затылке. Вот это более такая жесткая. Вот сейчас именно ей я и пользовалась. Я где-то уже месяц, наверное, пользовалась Тенгл Тизер. Какого-то эффекта, чтобы сказать, что она меньше там ломает, меньше выпадают волосы, я этого не заметила. Для меня это достаточно обычная расческа, то есть я пользовалась и Оливия Гарден. Они мне такой же эффект давали, несмотря на то, что там не вот такие разноуровневые зубчики. Вот это более плотная именно пластмасса сам по себе. Но опять же, если у вас волосы густые такие и толстые, то советую брать синюю версию. Мне вот это сейчас нравится, подходит она мне отлично. Вот постоянно ей пользуюсь. Из несмываемых масел у меня осталось два средства Гарни Фруктис. Тоже нравится аромат. Ничего сверхъестественного, например, сравнить с Ора Флуида я не могу. У меня Ора Флуида спустя два года наконец-то закончилась. 50 мл вообще хватает на целую вечность. И вот такое у меня марокканское органовое масло есть. Вот так я где-то его использовала. Думаю сейчас заказать какое-то себе новенькое, чтобы обновить коллекцию немного. И то, и другое. Оно средненькое. Вот это мне нравится, но не постоянно использую. Это очень насыщенное масло. По сравнению вот здесь и силиконное масло, а вот здесь больше масла. И последнее, о чем я вам расскажу в этом видео, это смываемые масла, которые мы наносим до того, как помыть волосы шампунем. Во-первых, репейное масло с экстрактом перца и эфирными маслами 9-1-1. Ваша служба спасения написана. Надолго этого масла хватает. Я вот уже сколько им пользуюсь. Я, по-моему, в предыдущем видео его тоже показывала. Это все тоже масло. Здесь его минимум надо. Мне нравится дозатор хороший. Не надо в какие-то другие баночки переливать. В общем, хорошее масло. Оно мне нравится. Все время использую именно для укрепления волос. И, конечно же, кокосовое масло. У меня есть два. Барака. Это натуральное, нерафинированное масло. И вот такое парашют. Вот это вот масло вообще ни в какое сравнение с вот этим. Вот самое лучшее. Я уже столько разных марок перепробовала. Оно вот самое-пресамое. Я напишу ссылку, где его можно приобрести. Хотя можете ввести в поиск. И очень много магазинов выдаст его. Вот это масло. Оно, во-первых, пахнет каким-то пригорелым кокосом. Мне вообще не нравится этот аромат. Вот здесь натуральный кокос. Он такой приятный. Я даже в еду, в салаты добавляю, жарю иногда на этом масле. А вот это, ну, мне оно абсолютно не понравилось. Если я сравниваю действия вот этого масла и вот этого, то это мне нравится намного-намного больше. Вот здесь, во-первых, мне его абсолютно неприятно на себе чувствовать. Потому что вот этот постоянно аромат, запах чего-то пригорелого. Я даже полчаса, наверное, не могу вытерпеть его. Не то, что на целую ночь. А вот этот даже на ночь наношу. И все приятно, все замечательно. Ходишь, пахнешь в баунте. Из серии Organic Thai я впервые попробовала масло. Базовое масло миндальное. Тоже я его использую для волос. Но также я его использовала, когда у меня закончились все средства для снятия макияжа. Использовала для того, чтобы снимать туши с глаз. Для волос кокосовое масло мне нравится больше. Вот это вот масло Amla. Здесь потрясающий состав. Есть, по-моему, из серии... Я не помню, как называется, но она очень такая разрекламированная, очень известная марка. Вот это Hashmi. Намного лучше по составу. В основном, вот когда вы покупаете масло Amla, обязательно смотрите, чтобы на первом месте не было минерального масла. У меня такое было. И я даже не знаю, если честно, где. Но, возможно, я кому-то уже его и отдала. Вот здесь состав потрясающий. Его можно наносить и на корни, и на длину. Вообще не заморачиваться, покупать какое-то другое масло. Оно спасает и от перхости. И меня уже не раз оно спасало. И оно замечательно увлажняет волосы. И этот эффект сохраняется еще 2-3, наверное, помывки волос. Очень нравится. Я его немного использовала, потому что расход оно такое достаточно жирненькое. И расход у нее минимальный. Поэтому вот это масло советую вам от души. На этом сегодня и все. Я вам показала весь свой уход за волосами. Конечно, у меня намного больше еще средств. Но это самые такие основные, те, которые я вам еще не показывала. Если вам понравилось это видео, ставьте пальчики вверх. А мы с вами увидимся в новых. Пока-пока.